Смок в Красноярске это очевидно надолго. По крайней мере, синоптики говорят, что дым якутских пожаров выдует только ветер, а он будет лишь в четверг. Значит, что научиться жить с этим нам придется. Есть несколько советов, как обезопасить свои легкие, свое дыхание на это время. Один из них, находясь в квартире, лучше не выходить на улицу. Ну и в квартире нужно завесить окна чем-то влажным. Например, в моем случае я подготовил марлевую ткань. Итак, смочив марлю, отжав ее, чтобы она была влажная, ее необходимо разместить на открытое окно. Вообще, по-хорошему, конечно, говорят, что окна лучше не открывать, но как жить целую неделю с закрытыми окнами. Поэтому вот такая влажная марля, расположенная на открытом окне, растянутая и прибитая по периметру на кнопочке, может слегка облегчить вам жизнь. Но не забывайте регулярно ее смачивать. Для любителей технических примочек тоже есть свои решения. Но они делятся на полезные кратковременные и полезные долгосрочные. Например, можно взять увлажнитель воздуха. Он сделает нахождение в квартире чуть поприятней, но никакой пользы для легких и для здоровья от дыма он не спасет. Есть очистители воздуха, которые ставятся в квартире. Работают они примерно точно так же, но прогоняют через себя воздух в вашем доме. Они помогают лишь на время. Эксперты советуют покупать приточную вентиляцию, с помощью которой можно круглый год забирать воздух с улицы, фильтровать его и гонять по вашей квартире. Если уже на улицу выйти пришлось, то спасет здесь и то не до конца. Только вот такая специальная защитная маска. Они продаются в строительных магазинах разных фирм-производителей. Стоят достаточно недорого относительно. Я бы подобрал себе в цвет рубашки. Главное, что эти маски должны иметь специальный зажим на носу, чтобы плотно прилегать к вашим дыхательным путям. Ну и, конечно же, светские беседы в таких масках вести достаточно сложно. Вы от смогов в Красноярске как спасаетесь? Да никак я не спасаюсь. Он вас не беспокоит? Ну, беспокоит, что не видно ничего и все. А, ну, на дыхании кашель появился, может, нет? Нет. Вот, пожалуйста, мое спасение. Вы весь день на улице. Как вам дышится? Ну, честно говоря, не очень. Дома как спасаетесь? Ну, я, честно говоря, окна не открываю, стараюсь не открывать. Ну, и как вы заметили, я в основном на улице весь день. Я обязательно ношу маску на улице. Пожары, да, я слышал про них и не выхожу на улицу, если все совсем плохо. Воздух пахнет так, будто дом рядом горит и воняет пластиком. Это от смогов в Красноярске. Как спасаетесь? От запаха дыма, от едкого? Нормальный воздух. Все, дышите полной грудью. Спасибо. Нормально. Стихия есть стихия, но поезд должна тоже что-то делать. То есть мы с вами не можем ни масками, ни освежителями воздуха ничем помочь? Нет, конечно. Ну, на какой-то период можно, там, маска, все, вот так. Тут должна быть именно государственный подход к решению этой проблемы. А как спасешься от смога? Это уже сложно сделать. Маску носить? Маску носить, ну, это неудобно. А дома? Может быть, какие-то увлажнители, очистители поставили? Ну, наверное, скорее всего, да. У вас нету? У меня нет. Форточки? Невозможности нет. И форточки не откроешь, потому что все задымлено. А давайте посмотрим на то, чем мы дышим под микроскопом. Знакомьтесь, залетные гости из Якутии. Твердые частицы мелкодисперсной пыли. Они пролетели тысячи километров и теперь повисли над Красноярском. В наши легкие попадают смолы, окисленный углерод, кремний, алюминий, кальций, натрий. Все это микроэлементы золы. Конечно, за то время, что дым в нашем городе, пагубное воздействие почувствовали на себе лишь хронически больные люди. Но врачи настаивают, пусть это незаметно сразу, но и в здоровых легких останется след от этого лета. А потому ближайшие полгода лучше посетить своего врача. Сергей Григорьев, Виктор Васильев. Новости ТВК.